МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вахатинское что надо делать?" -"Вахатинское было предложение по поводу сделать и печенье кошки". Вот этот шокцентр пересекрошен полный родаём. Может, это кошка Молдовии предложили? А может, не сможет? -"Почта Молдовии предложила то, что они хотят. Они предложили полностью по районам. Они не хотят брать, покупать они свои клубы или вернуть готовое помещение, которое не надо вкладывать в миллион рублей. Но жалобно. Почему? Потому что та же школа, что мы увидели, по созданиям, суда против Молдовии, то там, ну, кечень и кошка была. Правильно. Они пришли, посмотрите, на задней стене, вот такая трещина, нанесущая, такой вот, вот, рухнет, и оно рухнет через год, через два. То здание, понятно, называется, но как бы оно снизилось. А сложение этого здания очень отличное. Вот, зато я хочу, что там нет, там не парковки, ничего, что там есть. Для почты это вообще прекрасно. Если не парковка, что нет, какое-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. 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 Представляет Ассоциация молодежи права на жизнь руководителей Анна Ильцкова и Екатерина Ирина, депутат Одесского городского совета, член фракции «Доверяйте Лан» и «Доверяйте Лан» по вопросам социальной политики и координатам, по вопросам речь на границах. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые предприниматели, уважаемые муниципальные депутаты, уважаемые секретарь Муниципального совета, я благодарна вам, что это возможно сегодня выступить здесь нашим выставлением в Украине, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я скажу коллеги, потому что я за 500 практически километров от дома, но чувствуешь себя абсолютно как дома. И погода такая же, и обсуждение в таком же накале. И так же это происходит. Единственное, чего нет, это нет флагов партии. И это, я приятно удивлена, это показывает о том, что город действует вместе, единой силой, чтобы решать вопросы драмады. Я хочу сказать, что вопрос, о котором говорила Алла, он не популярен для депутатов. И большую часть это будет, когда касается вопрос людей из живущих свитч, или потребителей наркотиков, или люди из работников коммерческого секса, или это мужчины, имеющие секс с мужчинами, это не популярно. Любой из депутатов, как и я в том числе, когда-то я делала так, это не мой вопрос. Знаете, я буду заниматься детьми, я буду заниматься вопросами своего округа, но этот вопрос меня не хотел, чтобы касался. И поэтому однажды я была приглашена к муниципалитету, направлена мэром города. Уважаемый Николай Николаевич, я хочу вам выразить приветствие от Геннадия Леонидовича Труханова. Город Одессы, мэр города Одессы всегда будет рад вам. И после того, как я озвучу приглашение от города вашим, делегация присутствовать у нас, я надеюсь, вы тоже примете приглашение и будете нашим гостем. Мне, и вернусь, я не хотела ехать в Академию по снижению вреда и учиться этому, потому что это не популярно. Но когда я туда попала и увидела, какая ситуация обстоит, я вам скажу, ситуация в Одессе. Каждый день в Одессе умирает 12 человек от ВИЧ. Каждый день. От туберкулеза каждый день умирает 6-8 человек. Это большое количество людей. Мы с муниципалитетом сели во главе с нашим мэром и начали говорить, мы можем строить дороги, мы можем строить здания, мы можем думать о том, как снести все малые архитектурные формы, навести порядки в наших площадях, но может случиться так, что людей не станет в этом городе. Когда мы услышали то количество людей, которые употребляют наркотики действительно в городе, не то, что пишет официальная листья статистика, а то, что провела независимая оценка, тогда мы поняли, что проблема действительно актуальна. Если вы позволите, я скажу, как происходит в городе Белец. У вас записано людей, живущих с ВИЧ, на статистике, по статистике стоит 1700 людей. А по независимой оценке, которая прошла, 6000 людей. Людей, употребляющие наркотики, 900 человек, из них 300, это инъекционные наркотики, которые колют себе опиум. А по факту 5600, по оценке независимой. Людей, занимающихся коммерческим сексом, 2700. Знаете, депутаты не хотели в городе Одессе слушать о том, что есть такая категория людей, которые занимаются коммерческим сексом. Но когда я сказала, что в мире, это везде, в каждой стране, в каждом городе, 56% людей пользуются услугами работников коммерческого секса, которая мне не поверила. И я сказала, ребята, из 10 сидящих, 56% пользуются услугами. И глаза мне, которые спрятали, тем самым мне позиционировали, я говорю, спасибо, вы мне подтвердили о том, что такая категория есть. Я очень благодарна. И вот, когда я начала учиться, как это происходит, и когда я стала ходить к семьям людей, которые, люди, которые употребляют наркотики, когда я стала выходить на аутрич, маршруты, или выходить на улицы, смотреть, что это есть, я пришла к мэру и сказала, Геннадий Емельевич, это факт. Это не какая-то сказка, которую нам диктует ООН и говорит о том, что есть ВИЧ, а на самом деле это просто списывание денег. Это есть. И есть у нас хостелы, где люди умирают от ВИЧ, потому что они становятся своим семьям не нужны. Я была приятно удивлена, потому что у вас в городе есть центр интегрированных услуг, где оказывается психо-социальная помощь людям, живущим с ВИЧ. Это очень здорово, вы молодцы. Я хочу вам сказать, что то, о чем Алла сказала, не работают с реабилитацией. Город Одессы пошли другим путем. Мы покупаем услуги реабилитационных центров, которые работают в городе Одессе. Мы сами с комиссией проверили о том, как они работают, чтобы это не были религиозные центры, чтобы это были светские. Какие услуги и мы оплачиваем. И мы туда направляем людей, которые не могут быть на заместительной терапии. У вас заместительная терапия есть, но есть другой вид, альтернатива, это реабилитация. Вы знаете, если я скажу вам, что это не популярно, да. Но если я вам скажу, что это то, что включает сердца людей, и мы как депутаты должны быть включены, чтобы помогать людям, потому что мы для этого нас и выбрали. И именно мы с вами можем остановить рост эпидемии. И когда Глобальный фонд сказал о том, что есть такой проект, то мы как Одесса, мы очень старались быть в этом проекте. Почему? Через 4 года Глобальный фонд заберет деньги, все, которые были в данном направлении работали. А людей может стать рост эпидемии. Если мы не научимся, как взаимодействовать между неправительственными организациями и муниципальным сектором. К сожалению, я как депутат понимаю, что вам немножко тяжелее, потому что у вас есть централизация власти, и поэтому средств в бюджете города действительно не хватает. Это намного тяжелее, чем в Одессе, потому что мы пошли путем децентрализации. Но, тем не менее, мы должны помнить всегда о том, что это жизни тех людей, которые живут в этом городе. И вы как мэр, и вы как депутаты, это прежде всего о чем вы должны думать. Вы знаете, я хочу поблагодарить тех людей, которые уже... Я спросила у Аллы, Алла, скажи, пожалуйста, вот есть депутаты, кто заинтересованы и уже включены в работу. И она мне написала список, и я благодарю этих людей. Вас, Николай Николаевич, вас, Ирина Мирчевна, я благодарю. Я также Александра Федоровича Усатова благодарю. Елена Грицко, спасибо. Феодора Редякова, это здравоохранение. Я благодарна, что эти люди включены в работу с непопулярными группами. Вы знаете, еще больше я вниклась в проблему, когда мои близкие друзья, вдруг в 47 лет они решили употреблять наркотики. Бизнесмены, богатые люди, у них все есть, но сегодня эти люди находятся на реабилитации. И, казалось бы, это не говорят вслух, но это происходит. И многие из даже здесь сидящих никогда не проходили тестирование на ВИЧ. Потому что, о, знаете, что мы сделали в Одессе? Программу по этому направлению не принимали 4 раза депутаты. Многие прятали глаза, говорили, что у нас есть куда деньги выделять. Разные были дебаты. Было, прошло 100 заседаний. Послушайте, 100 заседаний одному вопросу. Ни одна программа не обсуждалась так яро, как эта. Хотя я шучу всегда. Всегда самые обсуждаемые вопросы – это земельные вопросы, правда, или коммунальная собственность. Но на это потребовалось 100 заседаний. И 4 заседания совета. 4 месяца, еще плюс там 2 месяца у нас не было заседания, полгода принимали программу. Но мы приняли программу. Бюджет нашей программы – 65 миллионов гривен. Я не могу посчитать, сколько примерно. Но и это только старт. Что мы можем выделять? Я хочу сказать только обратиться к вам. Я не призываю здесь выделять деньги только. Я призываю вот к чему. Поймите, что эта проблема есть. Мы, как город рядом сосед, готовы делиться тем опытом, который есть у нас. И мы очень хотим, чтобы депутаты, мэр города были заинтересованы. Чтобы делиться опытом, что есть хорошего у вас, что есть хорошего у нас. Точно так же в проекте есть и Грузия, Тбилиси, Алматы, София. Муниципалитеты этих городов также открыты. Поэтому очень бы хотелось, чтобы у вас была делегация, которая посетила наш город. Мы приглашаем нашу жемчужину. Мы хотели бы познакомить с комиссиями различными, которые есть, с нашими городскими программами. Как это работает. Для этого в бюджете этого проекта также есть средства. И любой желающим мы будем рады вас видеть. Я думаю, что вы сможете с секретарем совета, а также с руководителем, координатором проекта согласовать количество людей. Даже если приедут все депутаты, город Одесса будут рады вас видеть. Я надеюсь, что у нас будет возможность побеседовать в узкой беседе о том, как проходило, как выделялись средства, какие были проблемы. Я всегда буду рада вам помочь. Поэтому я желаю вам удачи. Я очень хочу, чтобы ваш город и наш город смог остановить эпидемию. И чтобы каждый человек в городе, во-первых, знал свой статус, во-вторых, и не только статус депутата, и статус о своем здоровье. И чтобы не было у вас, как и у нас, этой дискриминации, когда, если человек слышит, что он ВИЧ-инфицированный, или рядом с ним ВИЧ-инфицированный, стараются сделать два шага влево или вправо. А это люди, которые... Может быть, кто-то из нас также имеет статус ВИЧ. И они равноправны нам с каждым. Поэтому я желаю вам всем удачи. Помните об этих людях. Мы ждем вас в Одессе. Спасибо за предоставленное слово. Извините, что если много вашего времени козлата. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Ирина, за очень интересную презентацию. Я внимательно смотрел на наших собередников и числа присутствующих в зале. Никто в зале не пускал. Спасибо. Про инвестицию. Доброе утро. Кто вы делаете? Спасибо. Черное? Черного неяса. Переходим к дальнейшему обсуждению наших вопросов, касающихся передач. Разрешение на правильное стране. Мы уже с вами. Продолжение следует... 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 Это предложение мое. На специализированной они могут и отказать. Это не приложение 2, а приложение номер 20, где сразу по решению земельной комиссии эти заявления вошли в приложение 2 на отказ. Отказать продажу. Нет, это не приложение и пунктом 3 отказать продажу земельных участков физическим и юридическим лицам согласно приложению номер 20 в самом решении. Спасибо. Спасибо. Нет, здесь полный пакет. Заявление тифовое, к нему от СТРАС земли зарегистрированы за муниципием. Нет, там полный пакет. СТРАС земли зарегистрированы за муниципием. И пишем вот эти отложить заявление и указываем каждого заявителя. Волосовать должны. Это будет сейчас за основу, а потом за предложение. А если отложить, сам текст пойдет. Это будет сейчас за проект решения, как за основу, уничтожил лицами. Против воздержавшихся. Идем из вас. Тут предложение озвучено специализированной разобретения. Это все. Против воздержавшихся. Двое воздержавшихся. Тут предложение озвучено Галина Ману-Димковской. Нет, это комиссия. Это комиссия. Это комиссия. Я дала разъяснение. Нет, я разъяснила, но комиссия предложила. Да, понимаете. Кто задает решение в целом вашего государства? Против воздержавшихся. Один. Следующий вопрос в Таверинске дня. Оформление земельных отношений и средства на заключение договоров о ренте земли и все изменения действующей договора МГЗИ и все изменения решений Совета МГЗИ. Редакционно можно дополнить? Здесь, например, миссия, когда при обсуждении было дополнено, что в первом пункте написать оформить или переоформить земельные отношения и премару заключить договора. Вот там было. Или переоформить. Потому что второе приложение там идет и некоторых есть примечаний, где переоформляется право уступки договора аренды. Это редакционно. Да, это Покирская 153, участок... Да, мы рассмотрим. В протоколе есть у вас, чтобы объекты решения продлили 20 лет? В протоколе мы ставим 20 лет. Это объект частной собственности, он... Это не продлить, это оформить. Договор аренды. 20 лет. Да. Под объектом... Да, я буду на объектах. Я буду на объектах. А вот. Спасибо. Продоколе есть, да? Да. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. 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 Так. Часть фронт-меща, часть фронт-меща, часть фронт-меща, часть фронт-меща и первых здоровых. И не менее нет расположения. Скажите, это все согласовано с соответствующим образом? Да, там есть согласование полиции на схемах, есть согласование водоканала сети-держателей и в одном случае есть согласование аре-днорда. Все есть. Я утром смотрела эти документы. Спасибо. Да. Еще вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. У Зеленого, нахожусь, что это было с нового коллеги. Да, нам точно таки, что мы ставим решение на 20 лет, а если мы на 5 лет. Это часто не увидим? Это спортивный комплекс Молдова. Это спортивный комплекс Молдова. В конце 2017 года мы установили им оплату в одностороннем порядке с тем, чтобы они оформили земельные отношения. И сегодня он написал, обратился письменно к консилиуму, там есть выписка административного совета спортивного комплекса об оформлении аренды земли. Если можно, коллеги, просто я делал, какая месяца за утром или 25 лет, где-то за этого актива есть. Да, да, но мы предложили, что это было с вами, кто-то знает, что это там. Если править, то есть закон, то он позволяет на 20 лет, да? Закон 99 лет, но у нас есть по решению совета как бы определенно. Продолжение следует... 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 Сегодня этот объект будет участниками. Они называются в Советском Союзе, между отношением к Советскому Союзу, Молдову и Молдову. Это просто коммерческие государства. Они сегодня все помещения принят военные, начиная с полгода, заканчивая административно-минтайна. И берут, насколько я понимаю, немалые деньги. Если завтра, я думаю, что это продано, то мы это не сможем удаться дальше. Что мы будем делать? Если вы не меняете, то вы не поедете, он уже остаётся на 20 лет. Она будет или нет? Право, что вы уступите на право, я стою на 20 лет. Законится человек, который входит в такой документ, а он не выходит. И ничего не меняет. Система стоит отдача. Это могут вам благодарны. Вот так, кто на 70-х отдачного равнования. Но вы не видите, должны знать про это. Нет, но это какие варианты, и такие варианты, когда я знаю, законы. Нет. Я не знаю, что это точно. И это законно совершенно. Я не думаю, что это законно. Это законно. Я не знаю, что это законно. Я не знаю, что в данном случае он уже теряет, что собственный мир права. Моё мнение это. Я не знаю, что я думаю, что я знаю. Но давайте смотреть на шаг вперёд. Что может быть в данном районе? Но, как бы мне известно, данное районе продавалось ещё в 2013 году. Жаль, что он ушёл и с вами в маму. Я бы его задал вопрос, потому что он знает, где он стоит. В 2013 году продавался данный объект, они хотели до 500 тысяч евро. Из-за того, что в этом украине изменение отношения, я передать продавался. Сегодня только является, дайте зарегистрирование, если вы нам не передаете бесплатно, дайте зарегистрирование на 20 лет. Естественно, не только что-то покупать, 20 лет, а я не даю. Это не пойдет. И тогда мы остаемся, хотя он не нас, но остаемся... Он не может рубить земель и участок, вернее, он может рубить земель и участок, но не хотят покупать. Они мотивируют, что когда-то они были в профсоюзе, не так, это было тогда. Но поэтому я не знаю, что я эту историю от А до Я. Поэтому я не хочу сказать, что он ушел, он нам просветил донацию и рассказал, как он его прогрессировал на самом деле. Поэтому вы жути, когда советуют перед кровью. А за 5 лет нельзя? Продать? Никто не будет. На 5 лет, если вы покупаете, я думаю, что вы отдалите 700 тысяч евро, вы за 5 лет, на 5 лет не купите. Спросите, вот, Марк, причем, он понимает, о чем я говорю. Такие деньги за 5 лет не закладывают и будет. Да, как я не знаю. За этим участком, пожалуйста. Есть нужное решение, да, на нашем праве решение. Есть предложение наше решение, я думаю, что я понимаю. Друзья Николаевна, скажите, пожалуйста, юридическую точку, если мы изменяем решение на 5 лет, могут ли в полисе оперативаться какие-либо иски, обращения, составляющие на которые, что муниципальный совет Днепр поступил, потому что там что-то, что если можно пояснить, то есть именно потеря, как я говорю. Друзья Николаевна, я чуть-чуть отрекусь от этого вопроса, и как я расскажу вам эту историю. Насколько я помню, еще в 2012-2012 году в Кремлевом и Министерстве, где оказался муниципальным советом, обратились в адрес судебные санкции в отношении именно этого строения, которое проводилось по комплексу Молдова, в отношении кадастрового ОПСА, ответчиком был, это общественная организация в отношении незаконной регистрации права собственности за ними. Так как регистрация права собственности на данное строение произошла на основании их протокола. И можете сказать, да, к сожалению, на этом суд проиграл. В дальнейшем данная общественная организация запрещалась также в августе муниципального совета. Я не помню о выделении подачи кремльного участка. Передачи в пользу. Бесплатно. Бесплатно, значит, передать. Она также отдала данное решение муниципального совета, но проиграл суды. Это прорисовка. По поводу вашего вопроса. Насколько я помню, есть учрежденное положение муниципального совета по сдаче в аренду земельных участков, в котором предусмотрено, что вам же предусмотрено, что под объектами недвижимого имущества не положено в определенных зонах, где у вас есть определенное ограничение, срок сдачи в аренду составляет 20 лет. Мы сами не сдачем, не муниципального. Соответственно, при рассмотрении данного вопроса, с учетом того, что мы выставили в одностороннем порядке, лицо обращается к нам для заключения предупрежденных отношений. Если на аркальном заключении ему договорных отношений, то с этого момента, как он обратился к нам, мы уже не сможем взыскивать с него в одностороннем порядке, так как он предпринял действия для заключения договорных отношений. По поводу шокера, я еще раз повторяю, есть положение два света, но вы можете принимать определенные решения о отступлении этого положения. Но в этом решении вы должны будете тогда конкретно указать отступление положения такого-то такого срок 5 лет. А вот эта ситуация, которая сейчас, наверное, есть в своем коде, есть ли какие-то ограничения в этом, в этой зоне, в этом центре, в нашей заключении реконструкции, да, из-за себя неограничен. В этой зоне, где обращаются такие конкретные отношения, есть ли какие-то? Я просто хочу сказать о том, что мы не так давно принимали решения, да. Гулятор раньше, он просто говорит за двором. Господин Гулян имеет филоский, знаете, в этой зоне, в этой зоне, в этой зоне, они капитаны устроения. Мы им должны предоставить 20 лет, и вот. Но мы, кстати, еще один год. А потому что в данном случае будет предназначена реконструкция в данном центре, и все эти зоны. Вот почему говорится? Можно ли мы опять, если мы данное существо определяем, мы уже определили согласное положение, которое, мнение положения, которое принято на нас. Почему? Ограничение есть, как он может? Размещение, предназначение. Кто-то может передать? Да, Владислав Николаевич, передать. Включить микрофон, он услышал. Включить микрофон, он услышал. Спасибо. Спасибо. В заявлении не указано, на какой срок. Не указано. Когда имеем право сроки, еще лучше. Здесь не указано, поэтому вы можете... Пожалуйста, еще с 40. Я имею в виду еще вопрос по поводу 403. Четвичек, марина, 17. Угу. Ищешь? Да. Это переоформление. Здесь идет переоформление по сертификанту наследника. Вопросы, но состоит кто? Друговый агент. Номер 249. Срок данного... До 23-го, 20-го года. 43. Какой же предприятие? В договоре аренды стоит срок 23-е февраля 20-го года. До 23-го года. Здравствуйте. Еще один дальше вопрос. Конечно. Если вопросов нет, то за проектное решение как за основу. Против принадлежавшиеся... Да. То есть за предложение Советникам Сибири. Скоро, 16 сроков. Пункта номер 31... Продолжение следует... 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 Пункт 21 и пункт 30 отдельно. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Далестان ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пункт 75, 36 месяцев. 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 Пункт 92, 36 месяцев. Пункт 92, 36 месяцев. Пункт 91. Кто за? Кто за? Пункт 93, 36 месяцев. Пункт 93, 36 месяцев. Пункт 93, 36 месяцев. Пункт 91, 36 месяцев. Пункт 91, 36 месяцев. Пункт 21. Используется. Пункт 21. Пункт 21. Кто за? Кто за? Пункт 92. Пункт 92. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. Есть люди, которые не голосуют. Есть так? Есть, да. Которые у них интересы, а есть, которые не имеют психиатрическую голосов. Али, по-своему, голосуют. Я не могу понять, что я могу понять, что я задумываю вопрос. Понятно. Но дело в том, что в этом проекте, поэтому я не просто... Вы говорите про другие собрания, которые вы не говорите. Вы думаете, что голосуют на карту? В этом проекте может быть интерес. Али, по-своему, нет, я в следующий пункт. 30-й. 30-й. Кто же отказает? Кто за это предложение пошел голосовать? Пункт 30 отказает. Против? Вы дышались? Али. Дальше есть... Да, по рекламе. 29-й еще какой там? Третий. 31. И 33 было отложить. 29-й предлагали отложить. Да, 29-й. 29-й, 33-й. Это уже отказали. Давайте еще раз. Откруйте, пожалуйста, предложение. У меня зафиксировано, что 29-й пункт выбора, который предлагали отказать по причине того, что он зону перегрева. Отложить. Отложить. 29-й. 29-й. И документы предоставить. Кто за данное предложение пошел голосовать? Против? Вы разрезались? Следующее предложение. Пункт 30. Это уже проголосовали от каждого. 33-й там у вас был. 33-й. Домный Борисович. Домный Борисович. 33-й отложить. Кто за это предложение пошел голосовать? Против? Вы разрезались? Следующее предложение. Домный Борисович. Против. Да. Против. 31-й. 31-й не называл никто. Называл никто. Я тогда называл. 24-й, 31-й и 33-й. Голосу. Еще раз уточняю. Против. Против. Пункт 31-й. Господин Филосанович. Отложи. Отложи. Да. Хорошо. Уважаемые заведения, еще одно предложение. Субтитры предоставлены 31. Отложи. Кто за? Против. Вылезайся. Следующие предложения были отложены. 56-57. Субтитры предоставлены 31. Вылезайся. 3. Ум 57. Такой же предложение с броком на 1 год. Кто за? 19. Против. Вылезайся. Против. Против. Так. И последнее предложение. Я снимаю. Высняли. Спасибо. Все. Вылезайся. Против. 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 Необходим. Против. 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 Продление не прошло? Продление не прошло? Так тут вся аренда, которые люди... Причем здесь прошла, снова прошла. 25. И что? И что, это все люди у нас будут без договоров? Я озвучил вам цитры вашего голосования. Не, ну вы смотрите... По каждому предложению, по каждому пункту, голосовать все прошли? Да, все прошли. Больше, если предложение прошли, я только в том, что вы спонтурировали, что вы голосовали. По предложению, по каждому пункту, предложение голосовали в отдельности. Что еще? Туда втянетесь и ваши замечания. Кто голосует, как голосует, и что вы делаете, и другие люди? Судит, да, да, два, два, три. Уважаемые коллеги, если я, потому что, сначала, да, что голосовали, по каждому пункту, предложение каждого, в том числе и отдела, в том числе и примара, и, может, примар, предлагает, Елена Мечина, озвучила, да? То мне непонятно, почему в целом, где голосовали? Носим поправки туда и продлеваем договора. Я не знаю, у меня есть предложение, которые собрались в целом. Я хочу перейти еще раз, позоверить решение в целом, чтобы не осталось, что они не попали в какие-то изменения. Спасибо. Уважаемые советники, поступило предназначение советника Звучарского, подразумевая, что не совсем внимательно отнеслись в процедуру голосования за проект в целом, кто за то, чтобы его переголосовали. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 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 двенадцать. Переголосуем. Вы задали решить, помогаясь. В данном случае, переголосование. Это тебе не написано. Нет. В рамках этикетов, вопрос нигде не указан в действительном законодательстве, как бы вы, сидя из предыдущих дня, рассматриваете вопрос и ставите на голосование. Также есть еще и законодательство, что ставится на основу, ставится в целом. Предусмотрено, что при поступлении предложений по проекту решения, любые предложения ставятся по отдельности и за них происходит голосование. Те предложения, по которым вы проголосовали, которые набрали достаточное количество голосов в соответствии с действительным законодательством, считаются критиками. Все страны на церкви имеются, да, исходя из сложившейся практики, которая служила за многолетний период, сколько функционирует местный совет, по практике у нас в случае, если были высказаны какие-то предложения по проекту решения, сначала проект решения, ставится за основу, куда вы относите изменения. После проголосовываемых изменений проект ставится уже в целом на голосование. И результат на основании голосования за проектом в целом всегда принимался за основу и принеслась на протокол. Еще раз, пожалуйста, конкретизировать ваше мнение, с юридической точки зрения, вот предложение господина Ручанского переголосовать. За это предложение проголосовали 15 советников, а 100 присутствующих за это. То есть мы сейчас правим при процедуру переголосования или нет? Последнее, в целом, голосовали, которые предложили переголосовать, за это предложение подождали 15 советников. Если у советников возникают какие-то вопросы, правильности подсчета голосов? Да, и кто-то усомнился в том, что председатель в случае не расслышен, он может поднять вопрос в отношении того, чтобы поставить вопрос на переголосование, чтобы еще раз считать. Если у вас возникли вопросы в отношении голосов, то неправильно были предпочитаны голоса, если человек законодательства предусматривает, что по некоторым вопросам вы можете избрать счетчика, который подсчитает голоса, чтобы не было в дальнейшем ответа на себя. У меня вопрос в состоянии была. В случае, если некоторых достигают, мы знаем, как происходит. Если мы не возникли сегодня, и достижим всего, что происходит дальше? Контракт изображается или автоматически продвигается? Может, вы думаете, как второе? А что происходит? И сегодня это свидетельство. Те цели, которые вы рассматриваете сейчас в случае не принятия храним решения, или отказа, или удовлетворение, они в соответствии с действующим законодательством пронгируются на тот же период уряния, на который был заключен в предыдущий период. Да, но я хотел бы отметить, что вы здесь принимаете иногда решение об отказе. Точно так же, при принятии решения об отказе, вы должны учитывать тот момент, в котором вы можете смотреть, когда оканчивается срок договора. Потому что действующим законодательством предусмотрено, что вы в обязательной порядке, в случае расставших не пролонгированных контрактов, обязаны известить за два-три месяца до окончания. Поэтому, прежде чем вносить эти предложения, поинтересуйтесь, когда срок контракта, и только лишь потом, на ваш разном сайте, эти предложения. Далее, сколько вы можете? Да, почти. После еще мы паузы. Паузы было время. Еще 10 минут. Вы опознали? Не я тогда. Вы, я имею в виду, не вас лично советникам не было оформлено, для того, чтобы начать. Создание, прохладное заседание 12.30. Создание было прохладное 12.40. Будет повод обсудить по паузе и этот вопрос. Хорошо, будет пауза обсудить. Итак, значит, сейчас в Зайе присутствуют 28 советов. 27. 27. Предложение господина Бучарского о переголосовании. Это не вопрос изменения решения совета, касающего там имущества, 15 и когда. То есть 15, это жаль, это большинство. Продолжение следует. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова